Городской бюджет ЖКХ дороги. За три месяца работы на посту главы администрации Самары Олег Фурсов успел вникнуть во все сферы городского хозяйства. Как итог, городской бюджет может пополниться на 1 миллиард рублей за счет экономии бюджетных средств. Экономить мэрия намерена в первую очередь на себе. Будут снижены расходы на приобретение ГСМ, телефонную связь, констовары. Будет изменена структура администрации города. Вместо 21 департамента останутся работать 14. Существенная экономия бюджетных средств возможна при проведении торгов. Первоначальная цена контрактов может быть снижена на 10-15%. Дополнительным источником городских доходов могут стать отчисления от патентов с иностранной рабочей силы. Они составляют 18% от суммы, собранной Федеральной миграционной службой. Область запланировала получение полутора миллиардов рублей в этом году от этой деятельности. В прошлом 300 тысяч мигрантов к нам приехало. Вот умножьте 300 тысяч на 2,5 тысячи рублей стоимость патента, мы уже получим сколько с вами? 300 тысяч на 2 тысячи и на 6 месяцев средний срок пребывания мигрантов. То есть там вообще под 8 миллиардов все получается. А область запланировала только полтора миллиарда. То есть здесь достаточно большой. Есть еще неиспользованные резервы, которыми мэрия намерена грамотно распорядиться, поделился глава администрации. Изменения произойдут и в работе муниципальных предприятий. Им предстоит сократить объемы субподрядов и большую часть работ выполнять своими силами. Также на базе двух МП будет создана муниципальная управляющая компания в приоритете развития жилищно-коммунального комплекса. Грядущее лицензирование управляющих компаний позволит оставить на рынке только добросовестные организации. Обязанности аутсайдеров будет выполнять муниципальная организация. Для того, чтобы жители не пострадали, нами принято решение о выделении пока 50 миллионов рублей для создания на базе двух муниципальных предприятий. Предприятия, которые будут выполнять функции управляющих компаний, которые выпадут после лицензирования из процесса организации жизни наших жителей. Такую работу мы начали уже вести и смею вас заверить, что к осени мы здесь порядок наведем однозначно. Очередным ресурсом города, по словам главы администрации, является потребительский рынок. На сегодняшний день в Самаре около 150 незаконных стоянок, которые могли бы пополнять городской бюджет ежегодно на 800 миллионов рублей. Немалые деньги крутятся и в строительстве. Мы получили право распоряжения землей, вы знаете. И я планирую с этого года начать торговать на электронных площадках, на аукционах, участками земли под застройку. Вот по самым скромным таким оценкам, значит, продажа там 10 площадок под застройку может принести в бюджет города напрямую от 2 до 5 миллиардов рублей. А таких площадок можно подготовить достаточно много. Причем моя позиция заключается в том, что эти площадки могут осваивать не только самарские компании, но и любые другие. Например, уже более 20 инвесторов изъявили желание принять участие в восстановлении фасадов исторического центра Самары. Неважно, где зарегистрирована организация, главное, чтобы она качественно в срок выполняла работу. И не было нареканий от жителей, уверен Олег Фурсов. Вообще, состояние города и его содержание – задача номер один для всего муниципалитета. К слову, впервые за многие годы асфальтовые комбинаты начали работать на месяц раньше. Так что срочный ямочный ремонт, предшествующий глобальным работам на дорогах города, тоже начнется раньше обычного. В этом году комплексно будут отремонтированы больше десятка улиц, среди них – Огибалово, Венцико, Рабочее, Маяковского, Мариса Тереза. Запланировал ремонт заводского шоссе и Южного моста. Кроме выделенных денег из вышестоящего бюджета и собственных средств, мы планируем привлечь дополнительные источники, порядка полутора миллиардов рублей, и взять дополнительно на ремонт заводской шоссе. Проектно-сметная документация по этому шоссе должна выйти буквально на днях. Там порядка миллиарда двухсот миллионов рублей оценивается реконструкция, там будет освещение организовано. Разговор о дорогах привел к вопросам о коммунальных сетях. У города есть большие претензии к некоторым компаниям. В беседе с журналистами мэр заявил, что намерен пересмотреть отношения с самарскими коммунальными сетями. Еще в 2012 году СКС получила в аренду имущественный комплекс муниципального предприятия «Самара-водоканал». Была разработана инвестиционная программа, согласно которой СКС должны были вложить свыше пяти миллиардов рублей в развитии сетей. В итоге на их обновление было потрачено только 400 миллионов, это менее 8%. При этом тарифы для населения выросли на 35%, и ежегодно СКС собирает более трех миллиардов рублей взносов. Когда люди сюда заходили, они четко отдавали себе отчет в том, в каком состоянии находится город. Сейчас происходит, что они латают дырки, латают, кстати, очень быстро, молодцы. Но трубы-то они не прокладывают. Мы строим дороги, через два года они захотят тянуть трубы, и они весь город перекопают. Мы будем понуждать их все-таки вкладывать деньги в развитие города в рамках тех договорных обязательств. Если мы столкнемся с тем, что они будут категорически отказываться выполнять инвестиционный договор, мы будем искать другие решения этого вопроса. Моя задача – постараться максимально вернуть в муниципальную собственность то, что было роздано. На встрече с журналистами глава администрации заверил, что подобные встречи будут проходить регулярно. Жители должны знать о работе, которую ведут власти Самары, резюмировал мэр.